В одном небольшом городе был, там ребята из Средней Азии, у них хорошее образование, видно даже такие лица благородные, интеллектуальные. Они просто взяли, попросили сначала маленькое, потом побольше. При хорошем большом магазине сделали небольшую лавку овощей и фруктов. Но, интересно, хозяин этого магазина, я его лично знаю, как о тех ребят. Он говорит, удивительно у этих ребят было, что? Их отношение к работе. Вот они только приезжают, с первой же минуты они уже все раскладывают, протирают, у них всегда все свежее, все красиво выложено. В итоге, что получилось? Все начали ходить к ним. Это маленький городок. И другие торговцы начали, в том числе, жаловаться в местную администрацию. Что такое? Вот тут какие-то там приезжие приехали, тут нам всю торговлю сбили. Но хорошо, что везде благородные, благоразумные люди и в том числе хозяин этого большого магазина сказал, послушайте, это элементарная конкуренция. У этих ребят все красиво, четко, они культурные, не обманывают. Поэтому все к ним идут. Это в любой сфере. Если ты, на самом деле, такая личность, что можешь высоко подняться, то с этого же пьестала ты кого-то будешь снимать поэтапно. И они этого не хотят. В любой сфере при этом, в совершенно любой. Но мы-то с вами верующие люди, поэтому очень важно понимаем, что вот эти хадисы, в том числе, которые сейчас процитирую. Нужно уметь их применять. Мы же их не применяем, мы их знаем, но не применяем. Поэтому вот это вступление. «В зависимости от степени успеха это будет порождать завистников и недоброжелателей, провоцировать все больше поток клеветы в их адрес лжи сплетен». Здесь я добавляю – подобное, нормальное – это норма жизни. Никуда не деться. В этом, Божьей милости, благодать, нужно уметь чувствовать всем своим естеством, что в этом, когда их становится больше, они кричат громче или оскорбляют еще жестче. В этом, Божьей милости, благодать, следует игнорировать негативных людей, ведь еще столько следует успеть сделать, а потому нет ни сил на них, ни времени. Если те ребята начнут разбираться с другими торговцами, у них не будет времени раскладывать каждый свой фрукт, побеспокоиться о том, чтобы эта лавка была чистой, чтобы было все аккуратно, если начнут всякие разборки с другими торговцами. Нет, они сосредоточены на качестве своей работы. Следует игнорировать негативных людей, ведь столько следует успеть сделать, а потому нет ни сил, ни времени. Не раздражаться отдельными репликами в интернете или СМИ. Не вспоминать их в разговорах с общими знакомыми и родственниками. Не вспоминать, не говорить. Учтите, завтра многие из вас, те, кто хоть чуть-чуть двигается вперед, хоть чуть-чуть дисциплинированно, хоть чуть-чуть обязательно, многого достигнут. Но в процессе будет происходить самое разное. В зависимости от степени ваших достижений, разговоры во дворе, разговоры на рынке, разговоры среди ваших конкурентов, разговоры в интернете, в СМИ, в зависимости от степени публичности в том числе. Но вам не нужно вспоминать этих людей, которые о вас говорят, в разговорах с общими знакомыми и родственниками. Следует также искренне уважать этих людей, ведь они явятся значительной частью вашего спасения в Судный день. Чуть ли не обожать их, но уважать точно. Они своими языками куют ваше счастье в обоих мирах. Применить это и понять на практике очень сложно, хотя аятов и хадисов по этому поводу много. И смысл их таков, что эти люди, они куют своими языками в наше счастье в обоих мирах. Сто тысячекратно они обогатят нас, а потому заслуживают лишь уважения и доброго отношения – хадисы. Вот в этом контексте постарайтесь его услышать. Вы его уже слышали, но все же. Однажды пророк спросил из-подвижников – кто по-вашему банкрот? Те ответили – по сложившемуся у нас мнению, это тот, кто не имеет ни денег, ни товара. Те ответили – по-вашему, это тот, кто по-вашему, и вfromпляемся, это тот, кто по-вашему, это тот, кто по-вашему, и привезли его — по-вашему, этот банкрот, и вы это Это вот такой длинный ответ Пророка, это свод хадисов Муслима, Термизи, других очень известных, достоверных хадисов. Так вот, когда люди ответили, что среди нас банкрот, тот, у кого нет ни денег, ни товара. Пророк уточнил, банкрот в среде моих последователей – это тот, кто придет в Судный день с выполненными им ранее обязательными молитвами, намазами, соблюденными обязательным постом, в выполоченной обязательной милостыне и заката. Но вместе с этим окажется, что он кого-то оскорбил, обругал, кого-то оклеветал, кого-то обманул в денежных делах, присвоил себе чужое, пролил чью-то кровь, ударил кого-то и тому подобное. Сядет он и начнет все это возмещать, расплачиваясь своими мирскими благодеяниями, накопленными кропотливым трудом. Он искренне читал намаз, он искренне соблюдал пост месяц Рамадана, дополнительные посты, на тагаджуд, очень искренне вставал и совершал. Возможно, несколько раз ездил в хач или в умру, выплачивал закат. С огромным удовольствием это делал, но у него были в то же время вот эти вещи. Кого-то оскорбил, кого-то оклеветал, кого-то обманул. И вот начнет он все это возмещать, расплачиваясь бихасанате своими благодеяниями. И всем тем обязательно, что он совершал пред Всевышним. И если вдруг его богатство, духовное богатство, закончится вот эти хасанаты, и если расплачиваясь, 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 возмещая, у него закончится, но если вдруг его духовное богатство хасанат полностью растратится, до того, как сможет со всеми расплатиться, тогда на его счет начнут переходить грехи обиженных, оскорбленных или обманутых им. Есть пояснение вне зависимости от того, кем они были по вере или нации. И в конце уже говорится, по завершении этого процесса человек будет брошен в ад. Причем глагол, как мусор выбросу выброшен вам. Здесь пояснение, попав на тот уровень, который окажется соответствующим количеству набранных им грехов. И если в его сердце было хоть навес к пылинке веры, тогда рано или поздно он выберется из преисподней. Это пояснение. То есть в любом случае, если у него было понимание, осознание, верование, он рано или поздно выйдет. Но хороших дел хасанат у него уже не осталось. И ни в коем случае не следуйте за магнетическим соблазном дьявола, всячески упоминая своих клеветников и оправдываясь. Это опасная территория. Вроде нас кто-то обидел, кто так веритал. Конкуренты, недоброжелатели. Это самые разные люди. Завистники. И мы начинаем, услышали это, нам неприятно, мы начинаем о них говорить. Вроде как оправданно говорить. Вроде как мы имеем право это сказать. Но на самом деле это тоже самое. И механизм включится в обратную. Сатана. Ни в коем случае не следуйте за магнетическим соблазном дьявола, всячески упоминая своих клеветников и оправдываясь. Как только начнете говорить о них, именно тех, кто порочит вашу честь, недоброжелатели. Сатана сделает все, чтобы вы сказали как минимум то, что им не понравится. А тем самым, вы зайдете на территорию, уже сами зайдете на территорию клеветы, сжигающей теперь уже ваше благодеяние. Практика этих хадисов, она очень тонка, очень сложна. Нужно быть реально мудрым и умеющим практиковать эти наставления.